МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире своего ТВ-новости в студии Екатерина Сегеда. И вот главная тема, о которой расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все эти красочные броские стенды вокруг меня в перспективе будущие рабочие места. В Минводах гремит кавказская инвестиционная выставка. Что она принесла для Ставрополья, узнал Никита Шишков. Житель Ставрополя разводил растения. Почему плантациями мужчины заинтересовались полицейские? Меньше недели остается до праздника Великой Победы. И совсем скоро мы увидим традиционный парад. Каким он будет в Ставрополе в этом году, узнал Герман Кудеяров. Тепличные комплексы, агролизинг, зарядочные станции для электроавтомобилей и многое другое. Ставрополье буквально за пару дней обзавелось новыми экономическими соглашениями. Договоры подписали в рамках первой кавказской инвестиционной выставки в Минводах. На ней представители бизнеса, федеральные и региональные власти и много передовых разработок. Посетил встречу и премьер-министр Михаил Мишустин. Какое будущее у бизнеса на Кавказе и почему иногда полезно, видится чаще. Никита Шишков отправился за экономической сводкой. На инвестиционной выставке сам Бог велел говорить о числах. И вот мы именно так и поступим. Больше трех тысяч участников, пять прорывных экономических проектов и свыше сорока тысяч новых рабочих мест, которые появятся на Ставрополье уже в ближайшие годы. И согласитесь, такая математика скучно не звучит. И вот какая картина складывается в итоге. Слагаемые здесь довольно простые. Для экономического роста регионы должны стать интересными для инвесторов. Предлагать налоговые льготы, легкий доступ к инфраструктуре и готовить специалистов. В итоге все это входит в федеральную концепцию прорывных экономических проектов. На Ставрополье это химическая промышленность, туризм, сельское хозяйство. До 2030 года в край должны прийти больше 700 миллиардов рублей инвестиций. Уже есть даже своя компьютерная техника. Мыши, мониторы. В перспективе ноутбуки из ясентуков. Краевой стенд премьер-министру Михаилу Мишустину презентовал губернатор Владимир Владимиров. Мы полностью получили всю аккредитацию в части IT-компании. И здесь из нас вопросов нет. Но дальше нужно будет просто толчок для развития. Очень важное направление. И нам не надо стесняться, когда мы производим элементы, корпуса, клавиатуру, мышку. Ничего. Если начинаем с этого и делаем качественно, и обратную связь учитываем, о которой всегда говорит президент, чтобы люди говорили о том, что нужно поправить и прочее, тогда идем до хорошего качества. Вот так по кирпичику то электроника запустится, то зеленая энергетика заработает, то свое маточное поголовье рогатого скота появится. Один из механизмов поддержки – соглашение о защите и поощрение капиталовложений. То есть инвестор за счет своих средств строит инвестиционный проект, подводит к нему инфраструктуру и в последующем получает компенсацию затрат из бюджета в виде субсидий или в виде налогового вычета на вот эти все объекты, которые он возводит в рамках инвестиционного проекта. Что позволяет государству получить новый инвестиционный проект, новые налоги, новые рабочие места, новую инфраструктуру, инвестору максимально быстро запустить свой инвестиционный проект и как можно достаточно быстро выйти в плюс, повысить свою рентабельность. Более традиционные сферы экономики в крае набирают обороты. Благодаря выставке на Ставрополье создадут новые овощные тепличные комплексы для выращивания в промышленных масштабах. По проекту от 7 до 9 миллиардов рублей вложений. У нас два проекта реализуются в Ставропольском крае и один в Кабардино-Балкарии. Безусловно, для нас интересна эта программа, поскольку мы планируем возместить затраты на обеспечивающую инфраструктуру. И для нас, в общем-то, это достаточно колоссальное возмещение. Ну и главная задача выставки – обрасти новыми знакомствами и создать для региона новую репутацию делового центра. Вы знаете, я встречал очень многих людей, которые не были на Кабинводах. И то, с каким восторгом они говорят о людях, о природе, о вообще обстановке на Кабинводах, в меня вселяют уверенность, что эти все люди приедут и будут здесь отдыхать, привезут сюда детей, родных и близких, рекламу нашему региону сделать. Это опять очень хорошее дело. Ну что ж, похоже, первый блин не комом, и эта встреча должна перерасти в традицию. Все стороны сошлись на том, чтобы Кавказская инвестиционная выставка стала ежегодным форумом. Так что результаты принятых сегодня решений сможем оценить уже в будущем сезоне. Ну а на выставке побывали Никита Шишков и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. И о происшествиях. В Шпаковском округе 22-летний парень за рулем иномарки развил большую скорость и не справился с управлением. Машина улетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево. Водитель с травмой головы в больнице. ГИБДД проводит проверку. А других ЧП в оперативной сводке. Запрещенная плантация. В Ставрополе 47-летний мужчина с уголовным прошлым решил стать флористом. Закупил горшочки, фитолампы, грунт. Только вот к саженцам у полиции возникли вопросы. Дома у цветовода нашли 113 кустов запрещенных растений. Мужчина признался, что надеялся вырастить хороший урожай и приготовить себе наркотики. Теперь копилка уголовных дел флориста пополнилась. Украл украшения. В Изобильненском округе женщина временно проживала у знакомого. Мужчина дождался, пока квартирантка уйдет из дома, собрал все ее золото и отнес в ломбард, а деньги потратил. Однако не заметить пропажу было трудно, и женщина заявила в полицию. Украшения уже вернули хозяйке, а злоумышленник ответит за кражу по уголовной статье. Доверие с ущербом. 59-летний жительница Ставрополя позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Голос в телефонной трубке предупредил, что мошенники оформляют на собеседницу кредит. А чтобы предотвратить это безобразие, убедил взять зеркальный займ и вместе со сбережениями перевести на якобы безопасный счет. Ставропольчанка все сделала и лишилась более двух миллионов рублей. Вся страна сейчас готовится к великому празднику. Уже на следующей неделе россияне отметят День Победы. В этом году гости и жители краевой столицы увидят традиционный парад на площади Ленина. Накануне там прошла первая репетиция. Что покажут военнослужащие и сколько длится подготовка, узнал Герман Кудьяров. Семьдесят прошлое, мужчины, репетиция Победы, советским народом, великой одержимой войне. Суббота! До празднования Дня Великой Победы остается около недели и военнослужащие приступают к репетициям парада. Совсем скоро им уже выступать. Всего будет три репетиции. И вот глядя сейчас на первую, хочется сказать, что нас ожидает что-то очень красивое. Уже совсем скоро, 9 мая, по площади Ленина пройдут более двух тысяч военнослужащих. Чтобы выступить перед многотысячной публикой, участники парады готовятся несколько месяцев. На самом деле очень почетно. Переживаний, конечно, много. Тренировок тоже было немало. День через день тренировки были. Выезды за город, прохождение торжественным маршем. Тренировки в стойке, получается, в Смирно. В День Победы по площади Ленина пройдут военнослужащие соединения Южного военного округа. Курсанты, казаки, бойцы Росгвардии, кадеты и юнормейцы проедут ретроавтомобили. Ставропольцы смогут увидеть Искандеры и другое современное вооружение. Высокий патриотический настрой с высоким подъемом отношений к подвигу наших солдат. Настрой на дальнейшее решение проблемных вопросов. Ну и меньше ныть, меньше плакать, меньше говорить о том, что это мое, это ничего не интересует. Это в корне неправильно. Я думаю, всему обществу надо сплотиться. Театрализованную часть парада в этом году посвятили и участникам спецоперации. Также артисты расскажут о вкладе ставропольского народа в победу Великой Отечественной. Начали воспитываться юные суворовцы. Это тоже найдет отражение на одной из машин. Кроме того, мы не могли не коснуться и вклада нынешних ставропольчан в действия, которые происходят сейчас в зоне СВО. Потому что работа ведется большая и тоже будет представлена одна из машин этой темы. За репетициями внимательно следят ставропольцы. Это гордость, конечно, за победу в Великой Отечественной войне. Это радость, это грусть, конечно, за тех, кого нет. Ветеранов уже очень мало осталось, поэтому мы всегда должны помнить этот день. Все прекрасно. Смотрим на ребят. Очень круто. Много эмоций. Каких? Гордость за страну. Гордость за страну, да. Люди это делают и вкладывают в это душу, силы. Я сам участвовал в таких парадах, поэтому это очень как-то волнующе, наверное. После того, как я был участником, я, наверное, их сейчас переживаю, будто я там с ними. То есть как-то все это очень интересно. Увидеть итоговый результат можно будет уже 9 мая. Если у вас не получится прийти на площадь Ленина, включайте телеканал «Свое ТВ» в 9 утра. Мы покажем парад победы в прямом эфире. А увидели первую репетицию Герман Кудеяров и Павел Селиверстов. Ставропольское телевидение. Ну а вот и все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там интересно. И не забывайте присылать ваши вопросы на наш номер, а также подписывайтесь на страницы своего ТВ в соцсетях. Сейчас прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на четверг, 4 мая. Центральные территории края. Отличный погожий день. Слабый ветер, тепло, ясно и без осадков. В Ставрополе днем плюс 18, в остальных городах до плюс 20. Магнитное поле спокойное, а ультрафиолет высокий. Будьте внимательны. Световой день в 14 часов 19 минут. Кавминводы, без осадков, но будет не совсем ясное небо, а с легкими облаками. Дневные температуры до плюс 19, ветер до 4 метров в секунду. В Ипатово и в Дивном ветер посильнее, до 6 метров в секунду, но также ясно и без осадков. Днем до плюс 21. Восток, ветер до 6 метров в секунду, малооблачно и без осадков. Днем в Дефтекумске до плюс 22. На сегодня о погоде все. Увидимся.